Добрый день, уважаемые участники! Также, как и все предыдущие спикеры, хочу выразить огромную благодарность организаторам этого потрясающего конгресса. И для меня, на самом деле, очень большая ценность быть здесь в качестве спикера. Я представляю благотворительную организацию «Журавлик». Это организация некоммерческая в России. И у нас есть несколько программ. И одна из них – это программа «Травли нет», которая помогает бороться с травлей в школах и в разных других местах. Здесь перечислены такие основные пункты, про которые мы будем говорить сегодня. Сегодня в целом о том, что такое травля, как она выглядит, что с ней делать, как ее замечать и как проводить профилактику. И обычно меня спрашивают, почему конкретно я начала заниматься травлей, почему наша организация начала заниматься этим. И здесь очень такой интересный ответ. Изначально вообще мы занимались инклюзией. Мы помогали детям с расстройствами аутистического спектра учиться в общеобразовательных школах. И, конечно, когда мы начали этот проект, то мы поняли, что многие из этих детей, они, к сожалению, сталкиваются с травлей. И, соответственно, чтобы помочь им чувствовать себя в школе более безопасно и более комфортно, мы начали изучать это явление и поняли, что, к сожалению, травля касается далеко не только людей с ограниченными возможностями здоровья. Она, в принципе, касается каждого. И теперь у нас такой достаточно большой проект, где мы делаем интересные очень материалы и программы, которые помогают травлю останавливать. И действительно статистика, она все наши наблюдения подтверждает, что это правда касается каждого, потому что практически каждый третий ребенок, он в том или ином возрасте становился жертвой травли. Более 60% школьников наблюдает травлю. И здесь очень интересная цифра про 90%. То есть она показывает, что практически все наблюдатели, кто видит травлю со стороны, они жалеют жертву. Но менее половины из них пытаются жертве помочь. Кому-то непонятно, как это сделать, кому-то неловко подойти и предложить помощь, кому-то просто страшно, потому что кажется, что если ты поможешь, то ты можешь сам стать жертвой травли или тебя группа начнет отвергать. Конечно, дети с разными особенностями, они имеют повышенный риск стать жертвой травли. Здесь некоторые эти особенности перечислены. Это и трудности в обучении, и СДВГ, про которые сегодня говорили, и в том числе расстройства аутистического спектра, эпилепсия, различные хронические заболевания, особенно те, которые меняют внешность. Ну и в частности, так как мы занимались помощью детям с расстройствами аутистического спектра, то мы почитали, что примерно в три раза чаще они становятся жертвами травли. И понятно, что к этому есть несколько таких, наверное, предрасполагающих факторов. Но тут, наверное, хотелось бы даже говорить не о том, почему они становятся жертвами травли, а совершенно подсветить немножко другую сторону. Когда мы поняли, что риски высокие, то мы постарались организовать среду таким образом, чтобы травлю, ну, каким-то образом снивелировать. И работали с родителями тех классов, куда должны были прийти эти дети. Мы проводили определенную работу с педагогами этой школы, в которой должны были прийти дети с администрации школы, проводили классные часы в тех классах, куда должны были бы прийти дети с расстройствами аутистического спектра. И получилась очень интересная история, что именно в тех классах, куда пришли дети с особенностями, которые были изначально подготовлены, травли не было. Но потом оказалось, что она была в других классах той же самой школы, где дети и педагоги не были к этому подготовлены. И получается, что на самом деле не особенности какие-то, они как бы предрасполагают к тому, чтобы кто-то стал жертвой травли, а это на самом деле проблема группы. То есть, в принципе, жертвой травли может стать любой, как человек с какими-то ограниченными особенностями и ограниченными возможностями здоровья, так и человек, у которого нет таких ограничений. И так как травля – это групповое явление, то есть группе важно сплотиться, важно чувствовать какое-то свое единство. Если в какой-то момент у группы детей нет единой общей цели, их навыки общения не очень совершенны, что часто бывает в школах, то, соответственно, группа может сплотиться вокруг того, чтобы травить одного из своих членов. Здесь представлена схема того, как выглядит травля. В ней есть разные участники всегда. Есть жертва – это тот ребенок, или, может быть, двое детей, которые становятся объектом травли. Есть агрессор, и есть его свит, и очень часто агрессор даже, тот, который изначально начал все это, немножко отходит на задний план, а все это продолжают делать те, кто вместе с агрессором. И есть также достаточно большая группа наблюдателей. Это такая основная часть класса, которые подкрепляют происходящее либо своим невмешательством, либо своим каким-то эмоциональным одобрением, когда они смеются, например, над какими-то обидными шутками или над очень такими болезненными розыгрышами. И нам очень важно понимать, что травля – это проблема группы, как это все устроено. Не для того, что просто интересно об этом узнать, и потому что знание этого помогает нам в будущем правильно бороться с травлей. Ну и, соответственно, когда мы с этим работаем, это тоже как дополнительная, наверное, мотивация для всех взрослых, важно знать про последствия, которые есть, конечно, и для жертвы, там и социальная тревожность, и депрессия, и соицидальное поведение в том числе, но и агрессоры, и наблюдатели, они также страдают в результате всего этого. То есть на самом деле это явление, оно влияет на всех. Здесь такой очень важный слайд, потому что большинство учителей, к сожалению, замечают травлю только в тот момент, но и также, на самом деле, даже многие родители, большинство взрослых в целом, замечают травлю только тогда, когда она приобретает уже форму физического воздействия, когда ребенка бьют или толкают, или портят его вещи. Но на самом деле травля практически никогда не начинается с физического воздействия. Чаще всего она начинается с вербальной или с социальной формы. То есть когда ребенка обзывают, придумывают ему какие-то неприятные прозвища, смеются над ним, либо социальное воздействие, когда его исключают из группы. И если обратить внимание на проблему в самом-самом начале и вовремя среагировать, то, скорее всего, мы ее остановим быстро, и она дальше не появится. И, например, в качестве такого примера из истории работы нашей программы, это когда к нам обратилась мама девочки с особенностями развития, у нее были определенные когнитивные нарушения, она училась в общеобразовательной школе, и до четвертого класса все было в порядке, а в пятом классе поменялся учитель, немножко поменялся состав класса, и примерно в конце сентября она столкнулась с травлей. Причем сама девочка даже этого не очень поняла, просто мама была внимательна, она заметила эти признаки. Ее, эту девочку, начали, ну, с ней отказывались сидеть рядом, ее игнорировали, когда она задавала вопрос, например, куда нам нужно пойти в следующий кабинет, ей не отвечали на этот вопрос, над ней за спиной смеялись, про нее распускали разные слухи, сплетни, и потом ее исключили из школьного чата. И это все развивалось достаточно быстро, но мама заметила все это, она обратилась к нам в программу, она поговорила с учителем, учитель, как это бывает иногда, не сразу согласилась с тем, что действительно проблема существует, и там нужно было приложить определенные усилия для того, чтобы все-таки диалог с учителем состоялся в таким, ну, более правильном. Вот, и в итоге учитель провела определенную работу с классом, и вот сейчас, спустя полтора года, после той первоначальной истории, травля больше в этом классе не происходит. То есть она остановилась, эта девочка не стала каким-то суперпопулярным ребенком, и ей, конечно, все равно тяжело дружить, и, ну, наверное, там, может быть, кто-то и не хотел бы даже с ней дружить, но тем не менее, к ней весь класс очень дружелюбно относится, и травли больше там не возникает. Это очень такой хороший, воодушевляющий пример, почему важно быть внимательным, почему важно вовремя, ну, не стесняться обращаться за помощью, останавливать все, что происходит, потому что благодаря этому в целом в классе, ну, гораздо более комфортная атмосфера. Помимо того, что нам важно знать признаки травли, ну, как выглядит вербальный или социальный буллинг, нам также важно знать, чем отличается травля от каких-то других явлений. Опять же, не для того, чтобы просто знать, а потому что здесь будут совершенно разные стратегии работы. Ну, вот и в частности нам очень важно отличать травли от конфликта, потому что, если происходит конфликт, то здесь будут применяться одни технологии, ну, и в частности, например, технологии медиации, когда мы будем устраивать встречу между двумя конфликтующими сторонами, вести там какой-то диалог. Если речь идет о травле, то встречаться агрессору и жертве, в общем-то, практически бесполезно, потому что это не поможет остановить травлю. Здесь нужна будет другая работа, а именно работа со всем коллективом. Вот. И, ну, тут на слайде основные критерии отличия перечислены. Я, наверное, прямо на всех подробно не буду останавливаться, потому что времени не очень много. Но, наверное, такие ключевые моменты, что для конфликта есть какая-то конкретная причина, там, не знаю, не поделили место или там какую-то роль в спектакле или еще что-то. Для травли обычно причины не нужны, потому что обидчики получают удовольствие от самого процесса. Еще такой важный пункт – это равенство сил. В конфликте участвуют две примерно равные стороны, там, один ребенок против одного ребенка, там, группа против группы. И обычно есть такой, как некоторый паритет психологических ресурсов. Каждый может сам себя защитить. Если мы говорим о травле, то силы не равны, и жертва, ну, при всем своем желании, вряд ли может защитить себя. Ну, а если может, то, скорее всего, травля быстро закончится и, в общем, ни к каким-то тяжелым последствиям это не приведет, но такое бывает крайне редко. Группе противостоять практически невозможно. Здесь, ну, если бы было чуть больше времени, то мы могли бы посмотреть разные кейсы и, ну, обсудить про то, как выглядит травля. Но я думаю, что, наверное, мы не будем на этом останавливаться. Лучше перейдем к тому, что делать, если обнаружили травлю в классе, то есть поняли, что это травля, заметили какие-то там вербальные или социальные признаки, поняли, что это действительно не конфликт и не просто какие-то недомолвки между с детьми, да, и важно дальше начать действовать. И мы сначала, когда работали, мы давали родителям и учителям какой-то готовый алгоритм, но почему-то это не очень работало. И оказалось, что, в общем, надо начинать чуть заранее, то есть большинство учителей, и большинство родителей, когда они сталкиваются с травлей, у них очень много переживаний в связи с этим, и эти эмоции, они на самом деле мешают рационально действовать, потому что учителям, ну, часто бывает как-то неловко и стыдно, что у них в классе такое произошло, да, хочется как-то от этого отказаться и вообще ничего не делать, сказать, что нет, ничего не было. У родителей там много какой-то беспомощности или злости на учреждении, что это произошло, это тоже мешает конструктивно выстраивать диалог и, ну, как-то вот договариваться, доносить свою точку зрения, поэтому мы сейчас советуем, вот, прежде чем идти и делать что-либо, сначала, ну, как-то по возможности успокоиться, использовать для этого все там любые способы, которые помогают, каждый знает их для себя лучше, и только когда вы находитесь в спокойном состоянии, дальше можно уже идти выстраивать какой-то диалог. Следующий тоже такой важный пункт, который выпадает, когда пытаешься бороться с травлей, это, ну, как бы сам ребенок, который пострадал, потому что, опять же, часто наблюдаем, что когда мы пытаемся, ну, там, махать кулаками и разбираться с травлей, почему такое происходит, мы немножко упускаем из вида самого ребенка и, как бы, больше усилий тратим на то, чтобы заставить всех как-то помочь и прекратить травлю. На самом деле, поддержка ребенка, она, правда, очень важна, и, в общем, стараемся фокусировать на этом внимание. А ребенку важно говорить, это может говорить и учитель, и родитель о том, что, ну, проблема на самом деле не в тебе, и на твоем месте мог оказаться кто угодно, что такого точно, совершенно не должно быть, и мы сделаем все возможное для того, чтобы этого не случилось больше, чтобы это прекратилось. Ты можешь ко мне обращаться в любом случае за помощью, то есть вот эта поддержка, она очень важна. И вот уже, когда мы помним про себя, про ребенка, можно переходить к каким-то конкретным алгоритмам. И я знаю, что я высылала организаторам алгоритм, который мы отправляем родителям, которые обращаются к нам в программу, может быть, он есть где-то в дополнительных материалах, или можно попросить, чтобы его отправили. Там вот эти все вещи, они представлены более структурированно и более подробно. Ну и в заключении, что делать, когда мы выявили в классе травлю? Перечислены также основные такие пункты, то есть нам очень важно обозначить, что действительно проблема есть и как бы в идеале, наверное, сказать, что да, это травля, это недопустимо, но часто это слово, оно такое немножко страшное для учителей, для родителей, поэтому в целом можно сказать о том, что у нас в классе психологически небезопасно, если учителя совсем против использовать такое слово. И нам важно показать детям, что травли, это как бы проблема не в том, что есть какие-то ужасно агрессивные дети или ужасно несчастные дети, а в том, что в целом в группе все так сложилось, поэтому мы обычно смотрим какие-то небольшие ролики на тему травли или какие-то кусочки из мультфильмов и обсуждаем чувства героев, кто когда появлялся, кто когда был на месте кого-то из героев, как они к этому относятся, то есть пытаемся как-то вот показать это на конкретных примерах. Следующий этап, это мы помогаем ученикам то, что называется сформулировать моральный выбор, то есть мы прям с ними играем в игру и говорим, что поставьте себе один, два или три балла в зависимости от того, какой вклад вы вносите в травлю в вашем классе. и поставьте себе один балл, если вы вообще никогда не травите никого, два балла, если вы иногда в этом участвуете, но хотели бы прекратить, и три балла, если вы считаете, что вы все делаете правильно, будете продолжать это делать и дальше, и также травить друг друга, ну или кого-то одного. И это такая хорошая игра, потому что, ну, понятно, что мало кто из детей ставит себе три балла, мало кто ставит один балл, в основном ставит себе два балла, это та отправная точка, с которой можно договариваться о том, что, ну, тогда давайте будем пробовать жить по-другому и будем жить без травли. И вместе с детьми формулируем правила такого более экологичного, более дружелюбного общения и размещаем их где-то в классе. Обычно вот эти вот первые пункты до момента сформулировать позитивные правила, они у нас занимают, ну, в зависимости от класса, либо в течение одного занятия мы успеваем это сделать, которое длится 45 минут, либо мы проводим два занятия, там, с периодичностью один раз в неделю, тоже каждое оно по 45 минут. И в дальнейшем нам очень важно эти позитивные изменения поддерживать. Как мы это делаем? Ну, так как у нас уже есть определенный список правил, то мы рядом с этим списком можем разместить либо почтовый ящик, куда можно опускать записочки в течение недели или в течение нескольких недель о том, как соблюдается или нарушается правило, либо мы ставим две банки и в одну складываем там жетоны одного цвета, когда правило нарушается, а в другую жетоны другого цвета, когда правило соблюдается. И следующим этапом, ну, для того, чтобы поддерживать эти позитивные изменения, мы можем проводить разные классные часы с детьми на тему там дружбы, дружелюбия, личных границ, как уважать лишние границы, как можно отказывать более экологично. И очень интересно, что уже, ну, примерно вот к середине такой работы травли становится в классе гораздо меньше. Понятно, что если это какая-то запущенная история, то ее невозможно убрать полностью, но если, например, был физический буллинг, он точно практически полностью уходит, и количество случаев вербальной и социальной травли также уменьшается. И после этого этапа, когда мы обсудили, какие правила должны быть в классе, мы переходим к гармонизации иерархии. То есть здесь уже можно предлагать разные какие-то игры на сплочение, на командообразование. Если мы поработали правильно, то, скорее всего, ребенка, который был жертвой травли, будут приглашать в какие-то группы, и он будет уже их полноценным участником. Это такой важный критерий, на который стоит обращать внимание. И в конце еще чуть-чуть про профилактику, потому что, конечно, самая лучшая стратегия работы с травлей это именно профилактика. Профилактика, это, ну, как бы звучит, наверное, слишком общее и выглядит, может быть, страшно, но на самом деле это внедрение постепенное в школах такой, как бы, программы на уровне разных участников образовательного процесса. То есть это создание школьных правил, где описано, там, что такое травли, какие последствия за то, что она происходит, что должен делать каждый человек, если он столкнулся с травлей, либо если он ее видит. И мы создаем в школе, ну, то, что мы называем антибуллинговой хартией. Следующая часть работы, это работа с педагогами, в целом с школьным коллективом, со всем школьным сообществом. Мы читаем такие просветительские лекции, у нас есть более подробный курс бесплатный для учителей, где они могут побольше про это узнать. Нам важно, чтобы учителя знали, как это выглядит и могли правильно на это реагировать. Также там включает в себя антибуллинговая программа «Работу с родителями», где тоже больше она направлена на просвещение, потому что, ну, опять же, нам важно родителям дать необходимые инструменты. И работа с детьми – это разные классные часы. Вот. На этом давайте будем с вами заканчивать. Спасибо большое за внимание. Есть ресурсы полезные, правда, они на русском языке, может быть, не всем подойдут, где можно взять побольше информации. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok